здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина я сегодня видео покажу вам то что продвинула то что связала это что связали вы видео обещает быть насыщенным так что усаживайтесь поудобнее поехали итак о своих продвижениях они малы ибо я сейчас занимаюсь тем что ловлю ваши фотографии скриню и и как-то выкладываю значит своей голове что зачем и как я не жалуюсь я констатирую факт чтобы вы так сказать чтобы с вашей стороны не было претензиев почему я мало вижу у меня теперь другое занятие после того как мира предлала значит прислала мне джемпер а танюша прислала мне тоже свой джемпер и предложила рубрику вяжем вместе с кельмяшкиной моя жизнь круто изменилась я теперь только успеваю ловить свой чуть не упал джемпер успеваю ловить фотографии чтобы потому что если куда-то комментарии уйдут несмотря на то что я жму показать все комментарии у меня последний показывается и я понимаю что вязать я буду меньше но буду что касается моей шедевра здесь очень маленькое продвижение но она у меня так сказать тянуло душу она просто настоятельно требовалось требовала себя осуществить что я и сделала маленькая маленькая обвязочка желтым цветом крючком столбики без накида я это выговорила потому что я и крючок сказать все значит больше здесь продвижение нет но поработать с этим конечно же надо продвижение теперь я успокоилась теперь у меня пойдет вниз гораздо быстрее вязаться чем вязалась бы с этой мыслью почему ты не здесь листочки шпаргалки чего только нет значит что касается крюкелькаша надо наверное один день посвятить именно ему незаслуженно у меня бедненький лежит так вот хватает за все за все хватайся не буду ворчать вообще здесь чуть-чуть продвинул рукав чтобы убедиться нет ли у меня вот этого взлета когда я понимаю что набрала много петель и вот здесь как так называемый идет вот взлет куда-то там в рукаве это уже сигнал я убедила что никакого взлета нет что мы совершенно на правильном пути нахожусь меня это успокоило в общем сейчас надо вязать вяжение тоже что называется и я еще пока не определилась через какое время делать у бабочки их надо чуть-чуть я их сделаю прям совсем чуть-чуть чтобы подвести ширину к ширине того кружево который вязал здесь обтяг не надо значит кружево не будет смотреться но в то же время очень широкой широкой с кружевом будет смотреться красиво но просто я не буду носить тогда я не люблю и вот эту золотую серединку найти очень важно в общем здесь чуть-чуть рукавочка но был где-то вот столько наверное в общем повязала повязала я сейчас вижу вижу ага новый комментарий скрин и как-то выкладываю сначала хотела тематически например взять на один ролик только пледы потом там взять только носки вроде на один ролик маловато а потом один и тот же автор прислал например и платьишко и носки и шапочку шарфули как это все делить у меня пока в голове такая каша дать я вам то что пожалуй себя поворчу немножко поворчу ну и конечно же бу-бу-бу-бум фамфар у меня все в одном флаконе прямо это готовая работа да я его связала я связала палантин вот они остатки роскоши действительно роскоши все что у меня осталось еще на прекрасное значит творение я так понимаю не надо взвесить будет или сколько осталось методом защит или сам палантин ну в общем я его довязала вот он у меня принесла еще в таком полу влажном виде постирала ночью уже вы знаете ночь полночь нормально люди все спят танчик раскладывает палантин на сушку вот ну он практически можно сказать высох конечно же я хочу маленький но отдельный ролик ему посвятить просто сейчас вот кто в данный момент до в течение вот именно этого времени со мной на канале те как-то знают из чего что как а если сейчас покажу просто готовый палантин будут вопросы у тех кто будет смотреть допустим через полгода год а что это за пряжа а как а что куда поэтому я маленький маленький ролик сниму отдельно и покажу меня устраивает ну абсолютно все это настолько получилось любимая вещь я боялась что после стирки вот эта резинчатость да она куда-то уйдет да но мне кажется со временем она вернется вот это вот то что сжимались и я могла как вора сделать да я уже показывала чего-то не показывала она немножко ушла но мне кажется вернется а очень уж мне не хотелось чтобы вот эти петли кривульки я не знаю как вы в махере у меня получаются кривоватенькие петельки и мне хотелось чтобы они вот понимаете оставались петли больше петелька меньше вот это вот неровность петель она мне прям очень очень важна потому что я вот здесь это хочу я я уже привыкла что у меня в махере такие петли прыгунки на эффект рука начинающая вязальщица и вот это осталось это здорово я понимаю что с каждой стиркой будут вот это межпетельное пространство но будет уменьшаться все-таки здесь шерсть но тем не менее пока это то что мне очень нравится пока это буквально вот мое наслаждение я расскажу об этом палантине в коротком ролике я рада что у меня готовая работа потому что как-то давно этого не было очень давно и вот она свершилась мы переходим к следующему я по своей вязаные вещи рассказал очень очень быстро чтобы перейти к значительным такому так сказать отрезку нашего видео это ваша работа я не ожидала такого потока я не ожидала я даже вот думаю как назвать видео но вы блин даете ли что-то но какие вы молодцы я просто в каком-то я знаю что я вдохновляю что такой степени я серьезно не ожидала не ожидала сначала у меня еще так сказать получалось просто ну как сказать выстраивать как-то в голове ну те работы о которых я буду говорить у меня ведь скрин за скрином а потом понимаю что допустим там ну иван иванович иванов прислал мне это изделие да говорю скажу про это потом про то а спустя часа два-три этот же автор присылает еще изделие мне хотелось как-то скомпоновать я не знаю то ли по авторству то ли по тематикам пока у меня каша малаша в голове и знаете я наверное хочу сказать про огород сейчас или попозже давайте уж про вязание закончим и так что я хочу сказать некоторые фотографии я сама как человек стремящийся к фотографиям чтобы они были все лучше и лучше они меня поражают не знаю на изделие смотреть не знаю на модель который представлен мне наверное надо сесть по серединочке потому что я буду очень часто по две фотографии вставлять и иначе просто я не знаю время ролика будет зашкаливать очень многие фотографии достойные как это сказать ну самых таких вот элитных есть нас элитный журнал по вязанию не покупаю не вижу по журналам но самых-самых вот глянцевых популярных как еще сказать анжелика анжелика прислала очень много работ давайте с них и начнем я в полном восторге абсолютно от всех если вдруг я перестану успевать чьи-то фотографии каким-то образом скринить и вставлять вы меня пожалуйста не ругайте и не самое главное не обижайтесь пока я беру только те которые идут в комментарии на яндекс дзенк то есть в открытом доступе я вижу что точно знаю что мне присылают и вконтакте и в телеграм я на все соцсети просто не распространюсь и не вытяну меня не хватит поэтому пожалуйста не обижайтесь я по возможности буду показывать те работы которые вот пока в комментариях на яндекс дзен буду ловить и если я раньше могла фотографию чтобы автор был виден да и фотография сжатая какая-то была то я хотела вот значит эту сжатую фотографию с автором потом еще кликаю на фотографии она раскрывается ее полностью там только автор уже не видно сейчас если на каждого автора по две фотографии вставлять я как-то буду если более-менее можно изделие рассмотреть да вот оставлять только с автором просто не справляюсь с потоком я сейчас вполне серьезно говорю просто не справляюсь не жалуюсь вот констатирую факт так что буду стараться но насколько у меня это будет получаться будем поглядеть видите чтобы как-то мысли свои в голове упорядочить какие у меня петиции я без них не справляюсь дальше даже не знаю что будет посмотрим если мы уложимся сейчас в одну две страницы то будет замечательно если хотя бы в одну значит все кто себя не увидел увидит следующем видео дело в том что вот просто так вот мелькать фотографии тоже не разглядеть не что хотя бы может поставить на стоп-кадр то есть какие-то несколько секунд нужно фотографиям дать на экране быть вот я сказала так и так анжелика конечно фигурка этой замечательной прекрасной женщины позволяет ей носить и вязать все два платья вы уже видели но по моему сценарию они должны были мелькнуть так и начать посредине чтобы были на меня вообще не надо смотреть меня надо смотреть на работу посмотрите какой джемпер белый синий голубой полосатый и джемпер зеленый просто прелесть просто прелесть и то и другое классика жанра белый джемперок и платье я вам сейчас покажу дальше есть еще платье желтое джемпер розовый как у меня написано так написано еще джемпер коричневый джемпер красный помню коричневый нет если я говорю одно а на экране другое значит у меня немножечко уже сдвиг по фазе пошел ничего страшного и вот еще две работы голубая и зеленые туники платье джемпера все вяжет эта женщина вяжет великолепно вяжет замечательно мне очень нравится подачи очень нравится здесь я не знаю на улыбку любоваться на изделие любоваться на тот вот понимать энергетика да у человека такая энергетика например вот ну с экрана хочешь не хочешь ее словишь анжелика огромное огромное спасибо талантище просто талантище я уверена что не только и она и мои зрители будут очень долго любоваться где канал почему не открываем канал почему не учим так вязать почему не заряжаем энергетикой у меня уже комплекс скоро выработается я понимаю что вы вяжете так что мне до вас три года леса на три года поле как до луны но тем не менее если горит они у зато вдохновлять умею что не зато вдохновлять умеешь девочки делитесь делитесь такими работами хотя может но даже если по журналам вяжете сказать какой журнал какой номер какие ниточки еще что-то шедевральная вещь вещи шедевральные ирина смолина если кого-то переверну фамилию или что то может договорились да это таня в своем репертуаре будет странно если я не все правильно скажу посмотрите пожалуйста что творит эта женщина загибаем пальчики она себе связала шазюбль дочки связала кардиган и повязку как месяц и ну дальше что-то будет здесь не симметрично это не важно вот любуюсь не налюбуюсь и цвет и подачи а женщина красавица женщина красавица не забыла на и тетушку и тетушку связала ей джемпер вот девчонки но это просто аплодисменты и как все вот как это сказать достойненько как это все ну я не знаю бывает так вот мощно и цвет и модель вот все сочетает девчата вот ну вы молодцы вы молодцы светлана долгих вы знаете кардиганчик который я получил от светланы на мой взгляд это идеальный кардиган во всяком случае понимать какая-то вещь больше отзывается сердце какая-то меньше ну мало того такая видообразная пряжа и вот это на мой взгляд идеальная посадка раз идеально подходит пуговицы крапушкам этой пряжи 2 идеально как-то все вот ну гармонично в общем и целом мне очень понравился этот кардиган и она же жилет прислала посмотрите какой цвет я бы назвала опять футболочка но кто как уже я вообще к названию не придираюсь я сама назову иногда то что ничем не является вот цвет настолько благородный цвет хочешь под юбочку карандаш и каблучки и ты принцесса такая на родительское собрание в театр да куда угодно хочет джинсы рванинов на плоском ходу эта вещь тоже подойдет уже совершенно другой образ только сумочку в какую-то огоньку сменил и вперед мне очень понравилось марина агупова прислала свой кардиган голубой и даже поделилась деталями этого кардигана прелесть вообще голову я к любому цвету месте цвета нравится поэтому когда я говорю восторг восторг от цвета я абсолютно от каждого готова что касается дедов морозов некоторые мои зрители их даже еще и не знали что мы уже какой год вяжем деда морозы а мы вяжем и вяжем ирина щерякова пишет что уверена что у каждого есть своя армия дед морозов от танюхи это не совсем танюхи на танюхи на где-то увидела когда-то связанные крючком что-то подобное приложила на спицы поэтому потом мы вместе с вами связали вот или набрама условно вторит вот горит пожалуйста мои дед морозики очень милые кстати очень милые вот посмотрите каждый раз деда мороза со своим характером со своим выражением лица совершенно вот отличаются одни дед морозики от других все как у людей все как у людей и еще елена абрамова делится работой мамы вы только представьте в 1990 году это платье мамочка связала для лены или она горит храню храню потому что понятно правильно делается такие вещи да не прям заставляют сжиматься сердце здорово когда мы понимаем ценность ценность некоторых вещей какой великолепный мужской джемпер для сына связала наталья корнеева я не удержалась эту фотографию даже выступила в пост в дзене потому что у меня самой нехватка нехватка фотографии где на природе я все дома такая вы правы право это на качестве отражать я же понимаю хорошая фотография плохая фотография и когда ваши претензии к моим фотографиям они очень справедливы просто я пока ну куда я зимой пойду там фотографироваться хоть так слава бог показываю и тем не менее ценю очень хорошее качество фотографии я ценю здесь хотя бы на улице у многих фотографии качества хочется лучше это понятно ну и что мы же просто тут делимся и я во первых молодой человек у меня с сынули встречи с ним редки и я узнал вот эту косу я же одно время вязала толюшке что-нибудь обязательно на одной стороне коса так коса какие-то квадратики квадратики как вот шоколадный джемпер голубой джемпер наташа говорит что вдохновилась идеей я как увидела а тут если у меня горловина была такая расхлябанная я сама такие люблю и сына перенесла тут нормальный ворот кетлевочка да все так вот тоже хорошая посадка посмотрите как гармонично бывает вещь свяжешь она замечательной хорошей на вешалке но она не идет человеку бывает наоборот вещь так себе но вот нашелся человек для которого она была связана здесь же вот настолько характер характер молодого человека этот джемпер подошли друг другу что я любуюсь я любуюсь и не могу налюбоваться это здорово мне прям взгляд принялся это все такое мужской все настоящее сейчас как-то все перепуталась девчонки отнимают брюки мальчишек мальчишек тоже много что у девчонок отнимает а этот классика жанр мужчин мужчин девочка девочка вот вы мне вот этими вещами доказываете да поэтому наверное фотографии я сейчас еще раз плачешку ставлю анжелики вот когда вот она женская начала женская мужской мужской я это очень-очень вот ну вот такая я вот мне нравится в общем я уверена что меня поняли несмотря на то что говорю я очень сумбурно далее кто сейчас вяжет не сможет вязать несколько минут потому что я вам покажу за костюм оксаны зекранец оксана просто я сейчас фамилию как нитью вот я обалдела я не знаю как вы вы посмотрите и если у меня тоже был вопрос видим не только у меня оксана дописал что спицами два с половиной связан костюм упасть не встать это это грандиознейшая работа я вообще костюм очень осторожно отношусь потому что иногда вяжут костюм но фигуры людей которых ну как бы а ты подумал хорошо когда костюм вяжем здесь жену никакие вот здесь прям все редком лотком до кому-то костюмы показано носить какие-то вверх цвета приятные спокойные какие-то зимние теплые несмотря на то что холодные цвета по сути по своим я почему-то очень тепло от этого костюма ты что хотела сказать талант это конечно талант и платьишка оксана же прислала а образный силуэт это всегда мне кажется женственно вообще вообще очень многие покрой платья люблю цвет мой любимый да вот это вот все оттенки серого это прям моё моё и еще оксана прислала три прекрасных джемпера я сейчас покажу один за другим посмотрите как все качественно как это вот сказать изюмиста что льда все с изюминкой и очень проработанная продуманная фотография мне нравится спасибо огромное просто аплодисменты от костюм я буду отходить очень долго это какой-то героический поступок честное слово вот много людей поднимите руки или поставить плюс кто рискнет вязать костюмчик причем такой вот иногда человек вяжет видно что устал вязать и где-то на полпути бросает а это все доведено до последнего спрятанного кончика думает дорогого стоит ирина ирина обвязала невестку кстати огромное всем спасибо за фотографию вот правда честное слово когда не правят молодые люди как попроще относятся не хочу никого обидеть но вот очень многие мои девчата в окружении так как то нет нет а вдруг а как а что надо быть по расковы не по раскрепощение попроще а вдруг что напишу напишут и напишут напишут со трем пусть это останется тем кто напишет вот это я обалдеваю эту фотографию тоже да мне очень нравится мужчина наверное сын на заднем фоне обалдевший да вот он смотрит на свою девчоночку и примут песня какова красота ну какова красота в сайте и джемпер ты шапочка это прелесть это конечно прелесть еще также ирина прислала джемпер с асимметричными по цвету рукавами синий серые цвета это мужская классика я люблю классические вещи люблю смелые вещи когда мужчина носит в оранжевом красный джемпер я обожаю нужно как то вы знаете сегодня душа просит классики завтра душа просит каких-то смелых решений и это здорово вот оно разнообразие которое украшает нашу жизнь краски тоже нужно менять вот и то ли кардиган то ли французской кофточка опять же авторство ирине вот ирина говорит что когда познакомилась с ирина шургулая с своей тезкой да вы знаете что ирочка шургулая очень щедро делится форму формула своей бабушки потому что кто-то вяжет шантрепайский как я а кто-то вяжет все четко по формулам там и окат рукава там и выточка там и где что должно быть я щас как как бы наговорить что-то лишним но все по строгим расчетам и по меркам которые должны быть снят сняты правильно и вот когда ирина познакомилась с работами ирина шургулая с ее уроками у него вязание просто полетела и понеслось и такие вот шедевры выдается на гора очень красиво очень красиво конечно мы не обошлись без носочных изделий здесь марина агупова прислала носочки так наташа прислала носочки светлана прислала носочки так причем причем я все все слежу я тут наковыряла значит светлана у меня тут еще плюсик стоит если у меня стоит плюсик значит надо искать что-то светлана прислала еще и мы сейчас найдем еще светлана лазировна прислала мочалки помните меня был мочалкин бум в конце прошлого года вот заразилась от меня слона может я от нее может она мне не важно так и наталья же который прислала носочки она еще прислала сарафан да не просто так у меня стоит у наташи тоже плюсик есть такое дело катюша катюша прислала не только носочки но и шарф плюс шапку комплект такой вот стиль блюд вот просто знаете цвет на душу лег и при и приятная аккуратно выполненная вязка вот все что нужно для любого изделия этот минимум соблюдается то изделие там осталось только преподнести а уж преподнести то семье катерины умеет говорит что дочка запросила шар 3 что метра так вот будет значит у меня в скрине написано но я сейчас вставлю вы увидите этот комплект значит шапочка для чтобы там дреда косички значит выходили и шар 3 минут вдумайтесь и метра и вы посмотрите как это все шикарно представлено катерина говорит что к сожалению фотография разъехалась в сторону но нам не помешает это полюбоваться иногда вот на дзене фотографии очень хорошо идут а иногда фотографии действительно у вас она как бы сразу расширенная вы это ждете иногда хорошая фотография вдруг расширяется и она функция есть функция портрета который можно судить не уже не поддается но мне эта фотография не могла пропустить потому что вот трехметровый шарфули с таким довольным лицом сортистик артистично можно может преподнести не каждый спасибо девчон вот оно настроение вот оно то прекрасное настроение которое дарит нам не только само хобби вязание но дарит нам еще и подачи вот ваш характер спасибо что у меня такие славные просто огромное огромное спасибо девочка мы переходим на вторую страницу давайте еще посидим чуть-чуть да так александра михайлова прислала одежку для игрушки еще очень много фотографий александр михайлова присылает рисует по цветам мы на яндекс дэн в фотографиях это можем увидеть а еще прислала сказочную фотографию профессиональную своего сынишки глеба я от этой конечно в шикарной фотосессии грубе не хватает мне самой закрываю глаза и вижу какие бы я хотел фотографии иметь и когда я вижу слово профессионали дам я так опс шикарно и несмотря на то что лето впереди вот эта вот зимняя сказка можно из нее почерпнуть первых настроение такое почерпнуть и еще кто-то обязательно глядит в одежке в шарфу ли да они связать ли вот это даже элементик взять на шапочку на что-то перенести на плед на кардиган на что угодно очень атмосферной фотографии очень атмосферной фотографии ну а глебку он вообще модель великолепная мальчишечка от натальи колобановой колоба это если что опять перепутала простите так плед плед вы посмотрите какие спокойные расцветки и с такими яркими желтыми пятнами лет одновременно успокаивает и в то же время настроение дарит вот все эти вот желтые клеточки у меня прям вот я глаз на них не отведу и они шикарно сочетаются со всем остальным маша-маша тоже прислала плед уже знаете такой темный фон но сердцевинки квадратиком бабушкиных словно цветы словно цветы которые расцвели на этом темном фоне очень ярко и одновременно сдержанных то что в каком настроении сам находишься то и видишь в этом пледе очень красиво какие аккуратные подушки прислал ирина новикова девочки я вот смотрю мне вообще когда связано аккуратненько я повторяюсь уже не важно что связано если связано аккуратненько это всегда выигрышно всегда выигрышно и какая подача да вот многие не соблюдают вот это дать как однотонность и пестрота ведь пестрые вещи на пестром когда подашь там теряются даже вот такие вот вещи они теряются а вот а пестрое на однотонном но пестрое цветное скажем так вот она красиво очень подачи и уже выигрышно уже смотрится только на подушечке и однотонный на однотоном конечно тоже хорошо подается вот это приходит все со временем иногда как-то не понимаешь а на фотографию посмотришь и понимаешь а тут перебор тут недобор тут еще что-то и вот так вот подобные фотографии просто учат как выигрышно что-то подать мне очень понравились подушечки приятнейшие приятнейшие к ним можно как однотонный плед связать так и плед в такой же расцветке очень понравились я вообще наволочками чем я не болею наволочками я мочалками болею наволочками носками чем все мне очень понравилось ольга бенюх платье прислала все оттенки серого вот посмотрите какие они даже скромными их назвать эти платья солидными настоящими вот мое вот мое это действительно как по мотивам платья мелодия немножечко напоминает которые тоже связалась серой носочной пряжи вот такие вещи они на века я говорю проходит мода на тот цвет на этот цвет а подобное платье остается проходит мод на этот фасон на этот фасон а подобное платье остается вне моды вне времени вне возраста шик блеск просто шик блеск людмила логинова прислала пушистую прелесть она так назвала и я согласна пушистую прелесть из бобинного махера приятный такой цвет да кто бежен за эту слоновую кость утопленное молоко и вот любоваться этот джемпер можно бесконечно опять же подходит абсолютно ко всему он прекрасен сам по себе он прекрасен с аксессуарами хочешь газовый какой-то как раньше любили говорить платочек невесомый хочешь брошечку хочешь вузы хочешь ничего вот я хоть это аксессуары люблю на ком-то сама люблю без всего для фотографий еще что-то сделает так пойду плечу без всего прелесть конечно же прелесть татьяна вифтушенко посмотрите какие прислала две замечательных фотографии у солнышко у нее есть модель солнышко счастливая татьяна есть кому вязать и как прекрасно это солнышко подает все что связано ну просто замечательная замечательная елена тырышкина я чем-то путаю до связала дочки дочки футболочку связала платье связала и джемпер до татьяна внучки вязала елена дочки это если я правильно все написала я правильно все написала не могла перепутать вот этим маленьким моделькам мои прям вот особые аплодисменты обнимушечки поцелуйчики потому что ну милота девчонки мы как взрослые очень красивые и замечательные но малявочки наши да мы не сможем как они вот так вот мы очень стараться будем учиться у вас наши юные модели вы умнички умнички ольга супрунова поделилась футболочками и в прошлом видео были футболочки такие да понравился фасон дырочки причем и однотонные ольга любит вязать и когда какого-то цвета не хватает несколько цветов взять в разных расцветках но одного артикула и связать полосатик или color блочные такие футболки мне очень нравится и буквально уже готовя этот ролик я получаю еще одну фотографию от ольги это шубка шубка для внучка но меня всегда трогают детские вещи меня и взрослые трогают но детские которые детские модели в плане изделия и в плане модели люди они всегда конечно вне конкуренции прелесть вот сейчас многие бабуленьки очки поснимали посмотрели тоже хочу надо вязать надо вязать девочки вы пишете вдохновляю я вас да это вы друг друга вдохновить это вы меня вдохновляете прелесть прелестная и наталья могилева мигалева о сейчас я все наталья мигалева почему я хочу именно в череде значит вас мои вдохновительниц остановиться сегодняшнем ролике наталья мигалева и потому что она у меня еще и огородница и мы перейдем к огороду и закончим ролик иначе я уже через 30 за 30 минут то вышла но я надеюсь не утомила потому что ну есть что посмотреть и так наталья шапку и снуд связала связала джемпер связала шикарно это классе когда лицевая гладь и араны араны могут быть на спинке на переднем планочки на рукавах неважно это классика она всегда была есть и будет туника связала связала шапочку и шарф связала обязательно джемпер с шишечками и ажурами для дочки вот этот джемпер я хочу прям рассмотреть и вдохновиться что-то в нем вы знаете меня тронуло я уже не первая подобную работу смотрю я люблю вещи вне времени модный сегодня мохер не модный мохер модные шишечки не модно такие изделия встряхни с сундука 10 лет пройдет и будешь самые модные 15 еще моднее будешь мне понравился изумрудный джемпер тоже самое классика давно с лицевая гладь и араны очень цвет красивые джемпер красивый и аккуратно выполнена работа она никогда не оставит равнодушной никогда спасибо вам огромное ну и как я уже сказала наталья мне прислал мяжа статья у меня вышел статья я же так одела в ухо я пробую в яндексе различные так сказать ну варианты что до что пройдет статья или пост популяризирует или нет есть у вас интерес нет интереса вот это я сейчас все пробую потому что площадка новая и для того чтобы развиваться надо все пробовать и вот значит рассада был вопрос выращивать или покупать конечно кому-то удобнее покупать не возиться есть аргументы есть не возиться землей не тратить время не бояться там еще что-то пошел купил удобно вот но очень много девчат которые растить выращивать еще раз выращивать и вот наташа посмотрите какой мой человек с чувством юмора когда все в порядке я обожаю татьяна снова добрый день я наконец-то выделил своим малышам по отдельной квартирке пока правда мал габаритки еще все мал габаритки им там еще ау кричать несколько недель в этих квартирках но подрастут и получат ордер на однушку за девчонки пожалуйста пожалуйста я ведь брякну я порой не понимаю да ну пикируем или там пересаживаем как угодно мы растение взяла игру расселим по однокомнатным квартирам девчонки ну а вот посмотрите это не только у меня одно томат получает однушки габарит не габаритно ведь не только у меня наташа прелесть при растюхе видно что они такие вот ну как сказать им там хорошо прям видно не перерастают ничего очень здорово что осталось у вас место для землички если что да поковыряться подсыпать мне нравится мне ваши растюхи очень нравится кто еще прислал мне девчата вот знаете конечно те прислал кто говорит выращивать самой галина я уже 20 лет выращивать только свою рассаду знаю что посадила что у меня вырастет вот этот аргумент да уж ты знаю что посадила что точно ждать и вырастет очень любитель заниматься а затем высаживать в огороде радовать своих близких урожаем и конечно должно быть много цветов вязание огород мои главные хобби девочки вот тут на одной волне тот и только вязание тот только огород кто за того и другое кто то еще какие-то хобби молчит мы вот нашли друг друга это здорово галина видно что вы любите выращивать и что у вас уже стаж такой 20 лет дело в том что не каждый вытервите как бы я же как он сама настроила пока вот еще только доска на которой гладь который теперь не глажут захочет погладить подумаешь это надо снимать один подносу а второй лучше не глажно покажу вот если серьезно видите у вас тоже нагромождение какие-то делаем полочки подставочки подпорочки это же все видно и вот некоторые этого не понимают только вот из-за этого и не сажают а вот кто любит но 20 лет девчонки это же все что угодно перетерпишь что угодно вытерпишь и это даже не замечаешь что неудобно подумаешь там подпорка тут еще что-то хорошая рассада пусть урожаем радует конечно все это ну как сказать год на год не приходится иногда возишься возишься с такой семечки а потом погода хлоп и всего но у настоящего огородника никогда не опустятся руки никогда что-то будем спасать что-то пересаживать досаживать потому что ну там же вот такие вот это что говорить и поэтому конечно очень хочется чтобы погода помогла так где-то у меня еще было две фотографии сейчас я их обязательно найду вот наташа еще ксензова ксензова наташа я выращиваю сама обожаю томатика меня всегда посажен сортов 40 упасть и не встать а я тут с вами шестью думаю куда я ну посмотрите у наташи есть теплица потому что рассаду а может быть она не этого года прислала фотографии если в этом году такая рассада и она уже скоро будет проситься в теплицу хорошая хорошая рассаду сортов 40 надо подумать на следующий год и за финалью я вашу фотографию вот этой фотографии от лисан лисан решила что рассаду показывать покажу-ка я урожай который из этой самой рассады я получаю конечно выращивать я там свой выращивать или покупать спрашивал весь этот процесс меня завораживает я понимаю я понимаю поделилась своим опытом выращивание томатов перцев на своей странице девчонки вы видите какая красота я прям закрываю глаза помните про мою мечту да подойти сорвать помидорину об штаны об штаны так шик-шик-шик и съесть что я много хочу я так сделаю я даже если дам урожай не будет пойду куплю положу на куст утром встану просе пройду и так сделаю прелесть это конечно и и буренькие да которые желтенькими кажутся уже покрасневшие фотка фото что говорить надежды на такой урожай мы будем выращивать свою рассаду я хочу поблагодарить всех абсолютно всех кто прислал мне фотографии с моим огородом все в порядке я как раз сегодня уж так фотографии много пропущу а на следующий раз покажу я благодарю за внимание надеюсь мой добрый зритель прислал фотографии я от скри ну а скри ну от photoshop еще лучше очень поместив их разместив их ролик у вас вдохновили на то чтобы вы взяли спицы между делом значит огородик спицы вязание все и я я дни не замечаю правда я вот гроху и сейчас где-то уже в двенадцатом в первом часу я не смогу то-то то-то я не замечаю дней октября там скучно еще что-то я не понимаешь такую спухка я просто не замечаю дни это надо сделать надо успеть это не успевает не успевает не успевает но нет что успела тема поделилась огромное спасибо тебе за все за все мой добрый зритель и до новых встреч а они обязательно и на 1 какой процесс начинать я закончила 1 2 надо начинать или старенький подтянуть меня теперь два вообще идеально я подумаю я подумаю во всем расскажу и так до новых встреч они обязательно будут в следующей встречи в следующей встречи Продолжение следует...